здравствуйте уважаемые любители шахмат возвращаюсь в виртуальную студию несколько другом амплуа сейчас будем смотреть что произошло в пятом туре как мне кажется этот тур был туром упущенных возможностей по крайней мере некоторые из участников могут быть расстроены мы могут быть расстроенными результатами результатами произошедшего давайте кстати к слову о результатах посмотрим что же произошло в пятом туре лишь одна результативная партия была сыграна нильс гранделиус оказался сильнее максима вашего грава и 66 других партиях был зафиксирован ничейный результат но должна отметить что ничьи эти достигались по-разному ну что же давайте посмотрим каким именно образом начнем с партии чемпиона мира магнус карсон александр донченко ну не знаю честно говоря на что именно ориентировался магнус карсон хочу отметить что вариант найдорфа был разыгран шестой ход слон е3 но затем белые не как обычно играют в английском в английском английской атаки в этом варианте f3 g4 до чаще можно увидеть на движение пешек в этот раз белые сыграли h3 но в принципе этим ходом уже никого не удивишь и даже ходом ферси в 3 который выглядит несколько странным на мой взгляд тоже тоже мало кого можно удивить потому что много было сыграно уже партий а что самое интересное александр донченко так уже играл с ним так уже играли ладья c8 он также отвечал 3 0 а конь a5 верен себе в 2018 году он одержал победу здесь черными белые сыграли конь d5 и в той партии черные побили на d5 побили на b3 сыграли g6 фенкетировали слона ну и затем партию выиграли уверенно что магнус карсон готовился смотрел ну решил повторить решил повторить этот вариант то есть надеялся получить что-то что-то из этой позиции не совсем ему это удалось хотя с другой стороны может быть именно на эту он рассчитывал на кто знает может быть так такое складывается ощущение что магнус карлсон из партии в партию не стремится к сложной игре идет на позиции так скажем на два результата с маленьким маленьким плюсом и пытается этот плюс во что-то более серьезное воплотить но пока не удается первая партия была исключением но там не была позиция на два результата там как раз чемпион мира пошел вперед где-то сжег мосты но повезло ему было чуть точнее в цитноте соперника а в этой партии до вновь как-то все потихонечку разменялось такая стандартная структура для варианта найдерфа белые контролируют пун д5 надеются где-то присмотреться к этой отсталой пешке на д6 но все-таки у черных два слона и кроме слабости на д6 других слабости позиции нету все было разменено и по такому быстрому взгляду на эту партию только лишь один момент был где где белые могли рассчитывать на какой-то перевес на серьезный ли это я не знаю но маневрировали маневрировали белые сдвоились коня перевели на c4 максимальное количество ударов просто на пункт до 6 в данной позиции они нанесли ну правда черные черные очень убедительно защитились король 2 ладьи держит пешку до 6 слон держит королевский фланг но и белые попытались создать что-то на ферзевом фланге так как слон он несколько отрезан от ферзевого фланга данной позиции и на 36 ходу здесь у белых была возможность своего коня с а3 несколько улучшить сыграть конь c4 перевести его на а5 и и затем владица 6 видимо вынуждена так как если ладья просто уйдет тогда уже белые съедят на d5 так как конь c4 уже защищает пешку в 2 но после владица 6 коня опять все таки все таки даже если сравнить позицию с партией то есть если белые потом пойдут а b4 такой на опять намного более удачно расположен чем конь на а3 но вот по каким-то причинам не решился магнус карсон на этот ход сыграл на 36 ходу b4 конь так и остался на а3 и в итоге хотя достаточно прилично еще играли шахматисты плодятся 4 такой симпатичный ход нельзя брать из-за вилки но черные конце концов вот таким вот интересным приемом разменяли пешки все ферзевого фланга и ну и на доске правда здесь до была попытка белых отчаянная попытка белых контратаковать но черным у черных слишком много пешек на королевском фланге все-таки и даже путем отдачи ладьи лишнее качество вроде бы но две пешки за это качество причем слон замечательно все пешки держит с поля и в 4 пешки и 5 g5 h2 слон все три пешки держит еще несколько ходов и согласились на ничью такая непритязательная партия были момент на 36 ходу интересно мне будет узнать но других других моментов кроме вот этого этой возможности улучшить положение коня в этой партии не было но с другой стороны почему же почему же не конца 4 молодежь против магнуса надежно играет но можно сказать что может быть магнус против молодежи излишне строк и не хочет давать молодежи каких-то каких-то шансов поэтому пытается пытается минимализировать риск сыграть вот на маленький маленький плюс но вот не удается ему этот маленький плюс во что-то более серьезное воплотить до раунд скучный были несколько партий скучных хотя хотя это как посмотреть идем дальше алирай заферуджио с йорданом ван форестом здесь как мне кажется самое интересное происходило в дебюте я вам ничего не смогу сказать более конкретно потому что главный вопрос здесь обычно черные ходят либо сла ходили либо слон е7 либо даже c6 либо где-то а6 оберегая слона f5 но конь бд7 так практически никто не ходил почему потому что после хода ферзь б3 белые нападают на две пешки такой вот двойной удар был возможен почему-то на него ферзь б4 не решился но смею предположить что испугался домашней подготовки после dc ферзь б7 ладья б8 возможно здесь у черных какая-то компенсация и ход конь бд7 который был очень быстро сделан черными это плод домашнего анализа но правда после коня h4 хода который сделал ферзь б4 в этой партии он тоже получил очень очень приятную позицию сыграл здесь ферзь а4 сразу решил отыграть пешку c мог бы продолжать более каталонским способом слон е2 может где-нибудь даже d5 такой компенсации длительной ну и затем где-то в конце концов какую-то пешку бы отыграл но он решил сразу же забрать пешку на c4 и так вот на первый взгляд у белых очень приятная позиция два слона у черных несколько скомпрометирована структура на королевском фланге но как-то не удалось не удалось ферруджи найти здесь правильный план интересное вот здесь вот предложение есть компьютерная в какой-то веке компьютеры сейчас советуют позиционные решения интересные очень сильными стали машины слон g5 в той или иной ситуации потому что как мы знаем преимущество двух слонов состоит в том что одного из них какой-то момент можно выгодно разменять и возможно возможно этот момент настал словом g5 был такой ход и и с идеей на слон е7 побить на f6 пойти е3 поставить такой заборчик из пешек против слона f6 ну а слон белопольно здесь стреляет по белым полям а4 b5 возможный план так на первый взгляд очень симпатично все у белых не решился на этот размен али реза может быть подумал что итак позиция хороша зачем слона отдавать и черные поля слабые у черных на королевском фланге может где-нибудь им увиделся слон на b2 и вскрывшаяся большая диагональ но все после хода а3 ферзь d7 ферзь ушел из-под связки на слон g5 конь уже ушел на d5 не удалось его разменять и даже у черных как мне кажется стало поприятнее белые с двумя слонами здесь так и не смогли вскрыть позицию и тоже постепенно все как-то достаточно быстро разменялось но может быть и не очень быстро но ходили туда походили походили туда-сюда потом все разменяли попытались белую предпринять контрыгру на ферзевом фланге но очень уж много пешек с доски ушло и несмотря на то что два слона остались но игра продолжилась на одном фланге и после дальнейших разменов согласились на ничью шахматисты вот таким вот образом интересно интересная разменная комбинация ничья ну тут интереснее всего как я уже сказала в этой партии дебют и момент на 15 ходу где возможно стоило подумать о размене слона на коня чтобы чтобы не дать черным заблокировать позицию конями идем дальше да вот эта партия обидная очень обидная для белых антон тари применил антон интересное направление берлинском эншпиле берлинский эншпиль не испугались белые пошли в самое самое пекло теории штрислан е7 концы 3 но тут у черных очень много планов можно королем на c8 на е8 можно ходить конь h4 можно не ходить конь h4 но сыграли конь h4 здесь один из возможных ходов и здесь последовало на 14 ходу интересное продолжение конь е4 не знаю возможно это уже встречалась возможно но я не могу назвать себя большим знатоком берлинского эншпиля поставили белые проблемы перед черными здесь вот такой вот жертвой пешки на которую черные не пошли испугались испугались опять же дебютной подготовки может быть абсолютно справедливо идея здесь в том что у белых есть очень сильный ход ладья d4 и например на c5 смысл даже не в том чтобы отыграть эту пешку водятся 4 нельзя пойти за слон до 3 в том чтобы вытеснить слона убрать контроль с поля d1 и вот за счет этой дезорганизации фигур по восьмому ряду черных из-за того что черные не могут сделать рокировку да если бы они еще могли сделать рокировку то наверное берлинский эншпиль был бы просто с перевесом у черных угрожает мат и позиция очень неприятно можно или нельзя было принимать эту жертву я думаю мы вскоре узнаем наверняка можно но вот здесь вот после ладья d4 надо искать точные ходы и так как судя по всему ориентаре был не готов к этой к этому варианту к этой жертве он отреагировал неудачно не самым принципиальным образом сыграл ладья f8 и антон очень очень хорошо ввел эту партию замечательно он вел эту партию получил абсолютно выигранный эншпиль абсолютно выигранный но почему-то почему-то три связанные проходные белых не прошли не прошли а прошли проходные черных бывает такой ну давайте посмотрим то есть маневры все были очень сильными у белых простая цель свое пешечное большинство на королевском фланге реализовать ну и все к этому шло все шло к тому что будет очередная пробоина у черных берлинском эншпиль их не так много но вот как-то не удалось может быть стоило не спешить пойти а3 сначала да потом спокойно усилить позицию и съесть все-таки пешку наш 4 но и так с другой стороны казалось что должно должно быть выиграна слона перевели на е5 белый защитили пешку f4 подготовили ход g4 b5 сыграли ладья h8 потому что на g4 наверное не хотели чтобы их ладья оставалась на такой пассивной позиции ну и вот здесь вот интересный момент сыграл ладья b8 антон давид может быть может быть проще было сыграть ладья a8 безусловно так как пешки здесь черных тоже идут поддерживаемый своим слоном и слон такую дорожку уже приготовил для пешки b придется посчитать варианты но складывается впечатление что все таки все таки у белых вот тут вот все под контролем задерживает белый король вместе с ладьей пешки то есть пешка может превратиться ферзи но пешечный эншпиль будет абсолютно выигранный у белых возможно ладья a8 было чуть проще но с другой стороны ладья b8 тоже выглядит очень хорошо здесь здесь возможно стоило вспомнить о короле король очень важные фигуры в эншпиле и почему бы почему бы не побежать королем опять же все надо было сверить а тут как назло 38 39 ходы эти контрольные предконтрольные ходы всегда такая головная боль но видимо видимо белые белый король как раз успевает вовремя на подмогу своей ладье и за счет этого слона который сейчас уже совершенно такая как большая пешка лучше бы он пешкой был их наверное в данной позиции должны выиграть белый и наверное не одним способом есть компьютерные варианты есть менее компьютерные сейчас я задумалась интересно после ладья аж 8 выигран или этот разноцвет возможно нет ладья наверное не стоит менять то есть ладья же 8 шах королев 7 ладья аж 8 кто знает но не обязательно идти в разноцвет можно таким такими красивыми ходами победить так что побеждали здесь белые но вот неправильно 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 сыграл антон решил за пешкой еще одну зайти зачем ему пешки надо было вспомнить о короле зашел за пешкой съел пешку пешек стало меньше но король то так и остался далеко поэтому пришлось отдавать ладью ну и вот этот эндшпель который возник три пешки против слона на одном фланге видимо ничейный несмотря на то что вроде как вот эта пешка еще одна есть она отвлекает слона белых но у черных с другой стороны тоже пешка c жива поэтому поэтому не удалось найти не удалось победить здесь белым а очень-очень жаль наверняка сейчас игравшему белыми антону давидом так что такая вот позиция до было еще я даже до конца и не досмотрела видела что очень интересно очень интересно интересно потому что не было ли тут выиграно у черных я честно говоря не смотрела до конца потому что решила что все все закончилось очень быстро но не прошли ли мимо победы черные здесь если прошли тоже то уже белым не столь обидно потому что да видимо черные могли выиграть слон бы 5 выход давайте-ка посмотрим не знаю победа или нет может быть тут какой-то цукс ванг то есть король не ходит а4 солнце 4 слон ждет просто чуть себе просто победа да ну и вот это известная позиция где три пешки король останавливает на 6 король и все на 6 король до 6 ничего себе вот как бывает она же 6 солнце 4 вот 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 вам все вот так вот раздаст белым дима надо было быть аккуратней здесь и ничего можно было всегда сделать ходом король д4 потому что если слоном держать пешку тут как раз пешка а пойдет но если держать слоном с b5 то тут усилиться нельзя эти три пешки тут уже не цукс ванг однако интересная развязка неожиданная да видимо видимо просто зевнули белые а черные то почему не увидели уже были настроены ничью искали только ничью и не подумали наверное о том что может предоставиться такой шанс до открыла я табло с ходами за 15 секунд за 15 секунд был сделан ход c2 подумай подумай несколько минут ориан тари наверняка нашел бы этот выигрыш вроде бы не такой уж и сложный вот так вот бывает ну ничья ладно тогда уже не так обидно белыми через проигрыш прошли что же что же идем дальше идем дальше партия они шагири с пенталой хари кришной да здесь тоже играющему белыми должно быть несколько обидно что не удалось реализовать тот перевес который был сложный вариант принятого ферзевого гамбита самое основное продолжение третий ход е4 за белых быстро проскочила дебют е5 тоже черные очень принципиально ответили но очень интересная позиция очень сложная позиция была на доске белый смело просто зашли и забрали на б7 вспоминая партию али реза феруджи где он не забрал на б7 вот можно привести ему пример действия они шагири но конечно здесь наверняка белые дома все это смотрели поэтому не так страшно было ферзем на б7 заползать сложный метель шпиль с лишней пешкой у белых с определенной компенсации у черных здесь какие-то были интересные варианты оставить слона под боем не оставили черные ну и как-то белые стабилизировали позицию несмотря на то что ферзем пришлось на f1 уйти на пешка то лишняя пешка то лишняя отыграли ее черные правда но преимущество двух слонов слабая пешка на d4 все шло к тому что должно быть черным здесь в какой-то момент стать очень очень непросто и вот этот момент ключевой на 25 ходу упустил пропустил контр игру черных возможно они шагири недооценил ход конца 4 который черные хотят сделать после ладья d8 ну поэтому если бы он понял как неприятен этот ход может быть он возможно бы нашел не сложную профилактику от хода конь c4 ладей 3 нападая на пешку d3 и защищаясь от возможного хода конца 4 и затем уже на следующем ходу солнце 3 конечно угроза потому что тогда конца 4 защиты не будет а кто защищать будет пешку опять непонятно да вот после слон c3 конца 4 позиция изменилась и надо отдать должное а нишу предложил он ничью то есть почувствовал что еще немного и может стать очень неприятно все-таки пешка на d3 достаточно опасно у черных здесь была возможность сыграть коня 3 конца 2 и уже белом надо было бы что-то демонстрировать фигуры так странно сгруппировались обидная обидная ничья потому что уже оставалось совсем-совсем немного чтобы получить серьезный перевес но ничья как говорится это тоже движение вперед был расстроен что не пошел конь d2 да он хотел пойти но не удивительно что он конь d2 хотел пойти и тоже видимо защищаясь до отхода конца 4 но не пошел потому что тяжело тяжело коня уводить с такой красивой стоянки в центре доски вот если бы он заметил ход ладья е3 наверняка он сделал бы его идем дальше идем дальше партия между фабиана каруаной и андреем ясипенко очень интересная теоретическая дуэль в английском начале быстро пробегаю дебютные ходы потому что оказалось хотя здесь замечательный ход g5 оказалось что все это уже хорошо известное продолжение по крайней мере фабиана каруана так уже играл белыми в быстрой партии 2019 году против ливона ароняна здесь в той партии он сделал ход слон е3 на же аж слона 6 но вообще весь вариант связан жертвой коня белые надеются что вскрытая позиция короля послужит хорошей компенсацией ту партию фабиана проиграл но в этой партии он конечно подготовился и очень очень быстро играли соперники стоит отметить что подготовился не только фабиана каруана но и андрей есипенко продемонстрировал замечательную дебютную подготовку все это очень очень быстро делали соперники и когда был первый момент когда задумался андрей сейчас я скажу до задумался сразу на час на 19 ходу все это очень быстро соперники изобразили на доске и вот здесь вот видимо дебютная подготовка закончилась ну или андрей уже не не помню точно то точно что он анализировал дома может быть уже и не анализировал эту позицию но так или иначе над следующим ходом он думал 57 минут и сделал фотку е4 сделал фотку е4 на что было сыгран ладья f1 надежде на то что черные побьют и скрывшиеся линия доставит много хлопот черным ну конечно черный конь е3 не сыграли сыграли опять здесь уже долго думал фабиана очень хорошо играли играл видимо андрей может быть может быть здесь стоило попробовать белым скрыть своих своего слона на h1 потому что как-то после хода слона 3 конь е5 совсем совсем стало грустно все-таки очень красивую полянку занял конь ну и постепенно все разменялось уже белые такое ощущение складывалось делали точные хода ну конечно здесь их не так было сложно найти и все постепенно пришло к разноцвету к разноцвету в котором игроки согласились на ничью но такая вот гроссмейстерская ничья с хорошей в хорошем смысле этого слова длинная долгая интересная теоретическая дуэль в редком варианте английского начала ну и затем затем ничья магнуса до магнуса мы уже проскочили достаточно быстро так что если будет желание сможете посмотреть в повторе но но отмечаю еще раз это это блиц обзор у нас на сайте ческом ru завтра будет проанализирована наверно наверно партия вот о которой сейчас пойдет речь в темпе блица более серьезно победа нильса грандельюсона максим вашего грамм хотя честно говоря ну а это это партия такая типичная современная дебютная катастрофа дебют сицилианская защита вариант найдерфа вариант отравленной пешки самый основной вариант на слон g5 из-за которого популярность хода слон g5 в разы упала потому что все уже хорошо проанализировано тысячи партий уже сыграны и вроде как везде черный держит оборону нули горят на всех мониторах всех компьютеров гроссмейстерских которые пытаются эти нули как-то как-то скинуть сбросить ну да здесь фе раньше ходили сейчас видимо точнее считается слон е6 все шло по дебютным справочником 0 0 конь б3 ладья б3 ферси 5 на эту позицию уже были сыграны десятки партий по крайней мере по переписке в компьютерных базах то есть компьютеры тут играют не наиграются и критическая позиция возникла на девятнадцатом году хорошо компьютером у них все в базе внесено дебютные им не свойственно такое понятие как забыть вариант но в крайнем случае можно рассчитать а здесь вот максиму не удалось не вспомнить не точно сыграть хотя повторюсь уже были были партии по переписке и не один десяток на эту позицию все как один там ходили конь h5 ну правда человеку конь h5 ладья f3 кони в 6 обратно пойти какие-то партии на ладья б7 ферси 3 какие-то дикие варианты вот такие вот вот так вот как-то в ничью заканчивались партии очень красивые компьютерные варианты показываю я вам да вот соглашались соглашались где-то здесь соперники по переписке на ничью забыл перепутал не смог не смог сыграть конь h5 максим сыграл ферзь е6 а после ферзь е6 позицию скорее всего уже просто проиграна мадья б7 забрали белой пешку у них лишняя пешка зато позиция лучше да как принято говорить в таких случаях ну здесь наверное у белых были разные возможности но пробегаю совсем быстро потому что наверняка так как партия единственная результативно и и владимир добров завтра посмотрит хотя хотя для меня вот если бы я выбирала я бы наверное партию антона старе разобрала разобрала там все-таки гораздо на более содержательные здесь все-таки здесь что здесь дебютная катастрофа один неаккуратный ход сразу же у черных практически проиграна но зато очень симпатичный удар в конце такая маленькая тактика который достаточно легко находить в таких позициях когда настолько ослаблен король и настолько все силы подведены в атаку ладья f6 сумел найти это продолжение нильс гранделиус после коня f6 белые выигрывают достаточно прозаично виду связки никто этого слона защитить не может но ладья g8 следует вилка конь h6 а в партии последовал ферзь е8 но тогда ладья бьет f8 симпатичный такой удар вроде как три фигуры черных имеют возможность побить ладью но одно взятие хуже другого на конь f8 тут тут как угодно и конь f6 и конь е7 и ферзь f6 ну конечно все люди бы наверное конь f6 пошли компьютер говорит что конь е7 сильнее ну да ладно ему виднее таких позициях он жутко силен король бьет f8 симпатичный такой матик ставится в центре доски ферзь конь слон и пешки все просто фигуры белых участвуют в этой в этой атаке ну а в партии ферзь бьет f8 была сыграна но не особо это помогло белым сдался здесь максим все просто съедают белые шахами вот такая вот дебютная катастрофа дебютная трагедия да не идет пока турнир у максима вашего графа что не скажешь про нильса гранделиуса несмотря на поражение обидная пентали харе кришна в третьем туре несмотря на то что в партии против андрея сипенко у него были очень неплохие шансы просто выиграть не унывает и более того одерживает очередную победу вырывается вырывается вперед в лидеры турнира неожиданный лидер после пяти туров ну а эта партия быстренько совсем я думаю такая расписная ничья может быть не расписная но современная гроссмейстерская ничья когда не возражают белые против ничьей черные разыгрывают улучшенную защиту тараша и здесь все очень быстро разменялась и таким симпатичным симпатичным повторением ходов закончили гроссмейстеры играть очень быстро не захотели вайташек и дуда выяснять кто сильнее все таки играют за одну сборную за одну страну возможно и тренируются вместе кто знает ничья в этой партии но это можно было бы можно было ожидать давайте посмотрим положение участников перед тем как я закончу этот обзор где был гранделиус до этого турнира где занимался готовился и вот готовился так чтобы после пяти туров после пяти туров возглавить турнирную таблицу турнировой конзей неожиданный лидер у нас затем второе пятое по три из пяти по плюс раз делят рикришна каруаны гири и карлсон затем такой же многочисленный дележ на рубеже 50 процентов ну а у других шахматистов чуть меньше у кого-то минус один у кого-то минус 2 но все еще впереди вся борьба впереди финиш будет решать очень многое как и всегда то что на отметке после пяти туров происходит это далеко не то что мы увидим после 13 все таки даже половина еще не сыграна много всего впереди на этом я прощаюсь с вами на сегодня и и надеюсь встретиться надеюсь встретиться уже завтра на канале через комру на моем канале twitch.tv слэш ческвин всем хорошего вечера спокойной ночи и до скорых встреч спасибо что смотрели и болели за меня сегодня во время матча против лэви розмана все всем пока всем спасибо до скорых встреч всего не болейте играйте в шахматы